Всем привет! Меня зовут Глушен Кирилл, разработчик Нордстрима. И сегодня мы сделаем краткий анонс тех новинок, которые должны появиться у компаниями Рыболова под брендом Нордстрим в течение двадцать четвертого года. Собственно говоря, у нас будет куча новых серий спиннингов, у нас будет всякие аксессуары. Ну и шаг за шагом я сейчас кратко расскажу, что к чему, чтобы было понимание, чего ждать, к чему готовиться. Давайте сначала по спиннингам. Новинки начинаются от бюджетных серий и заканчиваются пред топами. Начнем снизу вверх. Просто кратко расскажу, что будет. Из бюджета первое, на что хочу обратить внимание, это Ниббл. Ниббл 2. Отличие от старого. Чуть смягченная вершина, с одной стороны. С другой стороны, получше баланс. Вес спиннингов примерно такой же, но и в Ниббле мы выжили все, что могли. Назначение не поменялось. Это ловля на упористые приманки и ловля твичем некрупных миношек. Поменялось, самое главное, что поменялась линейка. Теперь новых Нибблов будет 6. Тесты будут от 0.5.5 до 3.14 и длины будет от мета 91 до 2.26. То есть 6.3 и до 7.5. Все то же самое концептуально осталось, как есть. Просто палки станут интересней, более, скажем так, универсальны и приспособлены под свои задачи. В общем, дальнейшее развитие Ниббла. Было большое количество запросов на тревел-версию, поэтому будет у нас еще и тревел-версия Ниббла. Вот, она у меня в руках. Значит, я пользуюсь подсказками. Очень много серий, просто могу где-то ошибиться, не хотелось бы. Соответственно, по традиции, назвали Ниббл-Т. Это, в принципе, второй Ниббл, но в тревел-варианте. Четырехчастник. Длины от 1.91 до 2.26. Все то же самое. Тесты от 0.85 и заканчивая 3.14. Для чего, как бы, понятное дело, что это спиннинг для путешествий, это спиннинг для тех, кто не хочет или не может таскать с собой длинномеры, самолеты еще куда-то там. Вот. И естественно, естественно, так как это тревел. Обычно, когда люди используют тревел, они не всегда знают, в этих условиях, они будут ловить, на что они будут ловить и кого они будут ловить. Поэтому, здесь все заточено под максимальную универсальность. Спиннинги, как и оригинальные двухчастные Ниббл, достаточно злые, достаточно жесткие. При этом, вершинка у них слегка смягчена. Вот, в данном случае, это 0.85, самый легкий вариант. Понятно, что это не классический ультралайт. Это именно тревел спиннинг с возможностью заброса весов там от 0.8 до 5. Легкий перегруз, может быть, там 6-7 грамм, вполне реально. Вот. Но, в основном, как бы, потому что тесты поставлены по оптимальной работе бланка, поэтому у нас 5 грамм, это его оптимальный максимум. Собственно говоря, два Нибла. Цена, цена, естественно, цена, она многих интересует. В принципе, разницы с ценой по старым Ниблом будет практически не будет. До конца еще не утверждено, но все это прямо вот около того, что стоил старый. Увеличивать цену мы не планируем, как бы, и поэтому все будет примерно так же. Просто новые интересные палки. Следующий момент. Меня достали просто граждане мультовики. Они очень-очень-очень просили сделать мультовые версии некоторых спиннингов. Значит, что сделано? Сделано два фаворита в мульте. То есть теперь у нас будут фавориты твичевые и джиговые. Вот это вот джиговые. Это унцовка. Естественно, будут все. Все модели и все длины, которые у фаворитов есть в мясном варианте, будет тоже самое в мультовом. Почему? Потому что сам по себе строй фаворита, он очень универсальный и позволяет нормально работать мультом. Это очень важный момент, потому что есть некоторые спиннинги, которые переделать в мультипликатор не имеет смысла под мультипликаторную катушку. Именно потому, что будут перебеги, строй будет очень сильно на начальном этапе разгонять приманку и потом, соответственно, устанавливать его и распутать бороды. Вот чтобы этого не было, я выбрал вариант фаворита, потому что спиннинг такой не сильно дорогой, это чуть выше средней ценовой категории. И при этом он очень хорошо подходит по строю, по жесткости для ловли с мультом. Ну, вот у меня в руках онцовка, разницы, в общем-то, от мясной практически нет, чуть-чуть более кивающей вершины просто из-за большего количества колец. ACS, естественно, передний раскручивый фургрипп, все то же самое, в твичинговом варианте то же самое, 4 модели, как и у мясного фаворита. Очень короткие рукоятки, это специально по просьбам, хотя на мультах я люблю чуть подлиннее, но вот народ прям просит, дай короткую, ну, нате, мне не жалко. Вот, а так, в принципе, все то же самое, чуть большее количество колец. Фавориты уже известны, фавориты популярны, фавориты себя зарекомендовали, поэтому я со спокойной душой, опять же, строй позволяет совершенно спокойно дать мультом, вот, сделал мультовую версию. Дальше у нас начинается еще один момент в плане бюджета, это другие спиднинги, это обновленные флагманы пятерки и флагманы тревелы пятерки. Если флагманы достаточно часто обновляются, то тревел был создан довольно давно, как бы довольно популярен, но решил сделать легче, лучше, сбалансирование, вроде получилось. Давайте мы начнем, наверное, с простого, значит, простой флагман пятерка, отличие от четвертой генерации в чем? Те же длинные, те же тесты, то есть ничего нового я не стал вводить абсолютно. Вот, единственное, что новое, это другое баланс, палки стали намного лучше сбалансированы, и другой строй у длинных спиннингов, они стали более универсальные. И если старые флагманы, например, четверки, в длине и больших тестах, они были неплохие для джига, в первую очередь, то здесь именно я пошел уже по четкому разграничению. Для джига у нас есть фавориты, у нас есть стандарты, и делать еще один пятый флагман, тоже нормально подходящий под джиг, я не стал. Я сделал именно универсал, который будет хорошо работать и на вертушках, и на колебалках, ну, джигом похуже, хотя, в принципе, возможность ловли на джиг, она сохранена. Ну, и как уже говорил, как уже говорил, флагман Т. 4-х частник, в тех же длинных, то есть 2,10 и 2,44, с теми же тестами, чуть-чуть я поменял, то есть теперь у нас у флагмана Т будут такие тесты. 5,18, 7,28 и 10,42, это в длине 2,13, и 7,25, 10,40 и 15,65 в длине 2,44. В совокупе с ниблами это закроет практически, ну, почти все потребности в тревел ловле, невзирая на то, куда бы вы поехали. То есть всегда можно подобрать у Нарстрима, либо это будет как вот из флагманов Т2, Т2, важный момент, либо это будет уже нибл тревел. Все, тема относительно бюджетных снастей, именно в тревел варианте, мы закрыли полностью. Цены, цены вопроса примерно те же самые. Здесь цены уже есть, обычные флагманы где-то в районе 5,5, максимум 6,6,200, там зависимости от длины теста. Ну и тревел варианты от 5,5 до 6,5. То есть по большому счету ничего не поменялось, цены практически те же. По оснастке все то же самое, кольца Сигайт и на флагман Т2, и на флагмане 5, и на нибле. Здесь мы ничего не поменяли, потому что Сигайт, как бы ЛС, в данном случае является, мне кажется, оптимальным кольцом. Лучшее соотношение цена-качество, проблем с ними нет, мы продаем десятки тысяч палок с ними. Ну как бы все нормально, все хорошо. При этом кольцо легкое, вершина в достаточной степени разгружена, поэтому повысшая чувствительность и получше отработка на забросе, на проводке. Сразу хочу предупредить, что все, что я сейчас показываю, косметика может быть немножко поменяется. Строй уже нет, все принято, все уже в производстве, косметику можем чуть-чуть поменять. Ну как бы тут процесс идет, если увидим, что можем сделать лучше, мы, конечно же, сделаем. В принципе, по бюджету, по бюджету это все. Теперь начинается, на мой взгляд, самое интересное. Значит, что именно? Много-много лет у Nord Stream была очень серьезная дырка в, я бы сказал так, средне-высокой цене. То есть, у нас очень много супербюджета, которым я занимался за прошлый год. У нас очень много бюджета, который, в принципе, проходит под почти все варианты рыбалки, которые есть. У нас в районе 10 тысяч рублей, так как это начало среднего класса SSX, который закрывает практически все варианты ловли. А дальше у нас образовывалась глобальнейшая-глобальнейшая дырка до Experience, цена которого 35 тысяч в среднем. То есть, 10 и 35, вот между ними как бы не было ничего, кроме старого спайкера, старого аватара. Во-первых, эти модели морально устарели. Во-вторых, появилась возможность в позапрошлом году сделать уникальные серии на абсолютно интересной технологии, которую Nord Stream до этого никогда не делал. Просто не было возможности. Сейчас вот она появилась. Новый завод. Что это такое? Ну, понятное дело, что видео про эту технологию я буду делать отдельно. Сейчас просто объясню. Это двойной X, где скрим уже X-образный, графитовый, и идет намотка в две стороны по 45 градусов, позволяющая сделать стенки тоньше, которые великолепно держат отрицательные углы, в разы лучше, чем обычный вариант уложения. И, соответственно, держат больше нагрузки. Плюс ко всему, не ломается на скручивание. Это очень важный момент для тех, кто любит забрасывать это с подкруткой. В Чехии, например, это проблема. Там в Чехии очень странно кидают. И очень часто у них получается, что спинни там через год-полтора ломаются. Ломаются вершины и ломаются именно потому, что их заброс не прямой. Они крутят бланк. Соответственно, волокна, расположенные вдоль бланка, это основное уложение волокон, начинают разрушаться. Ну и все, и поломка через год-полгода-полтора года в зависимости от инцидентности использования. Вот здесь эти спиннинги с технологией WX, они от этого защищены полностью. То есть мы имеем X-образный скрин, дальше продольное уложение, дальше 45 градусов, продольное уложение и 45 градусов в другую сторону. Начну я, пожалуй, даже, наверное, не с них. А есть еще один вариант, который я обновил. Я обновил сильно. Это новая серия Trautist X. Вот это первая ласточка. Здесь она пойдет под SCS X, потому что рочная цена у нее будет примерно в районе 11-12 тысяч рублей. В чем момент, важный момент. Если у нас SCS X как раз это вот Абсолют, Агрессор, Ультра, там X-образный припроект, который уложен в качестве скрима, только в комле, здесь он по всей длине. Поэтому это как бы переходная модель. Она вот между SCS X и WX. В чем момент? В принципе, тоже самое великолепно гнется. Ну, здесь у меня сейчас Solid. Это как бы не самое правильное для показа. Итак, Trautist X. Шесть моделей. Две из них Solid. Это под резину. Причем жесткость Solid отличается. Если у нас в моделях, давайте так, значит, длинный от 1,91 и до 2,03. Типичные классические форелевые длины. Значит, в чем разница? У них в тесте самый легкий тест 0,3,3. Дальше 0,4,4 это Solid. С очень мягкой вершинкой, которая рассчитана в первую очередь на ловлю всякими дошираками, неупористыми, скажем так, какими-то червячками и прочими, и прочими. Чтобы можно было нормально отрабатывать, работать именно с такими неупористыми вещами. Тест до 4 грамм. И при этом возможность работать именно в этом диапазоне. Значит, дальше 0,5,5 классика жанра. При длине 6,6,0,4,4. И второй Solid, вот он как раз у меня в руках. Это 0,5,5. Это уже Solid для ловли на более упористую резину. Для ловли на крупную резину, всякие моготы и прочее, прочее. То есть, что-то большое, объемное, где мягкий Solid бы завалился, но чуть-чуть пожестче. Это не Hard Solid. Но все равно он чуть пожестче, чем у модели 0,3,3. Ну и последняя модель для дальнего заброса 0,8,6. Я ее очень хорошо использовал при варианте, когда надо достать. Причем при манке даже весом в 3 грамма колебалки летят ощутимо дальше, чем на более коротких моделях. Но там моментом, сделан специальный строй именно для сверхдального заброса. Понятно, что про эту серию я буду рассказывать отдельно, много, долго. Остановился сейчас просто для понимания, что это абсолютно новая палка и со старым траутистом она имеет общего мало. Я ушел от деревянного держака, потому что деревянный держак это вечная проблема с поцарапанной лапкой катушки. Вот такой вариант считаю оптимальным, но как бы и удобным. То есть, можно положить палец на бланк. Единственное, здесь опять же, чуть-чуть будет изменения в этой серии сейчас в образцах. Вот здесь острая фаска, она естественно будет убрана. А дальше мы начинаем уже говорить об Double Construction. Это как раз вот эта вот серия промежуточная между SCS-X и Experience. Сразу предупреждаю, цены основной массы серии в районе 16, 17, 18 тысяч рублей. Почему? Потому что вот это вот все, начиная от того трутиста, который показывал, и все, что будет дальше, сделано на оригинальном припре гитаре. 800-ка, 40G. Вот эти два припра, это понятно, что разная толщина, немножко разный процент связующего. Это все понятно, это уже там от серии к серии пляшет. Но сам графит, вот эти два графита, 30 тонн и 40 тонн. Давайте начнем с... С чего начнем? А вот начнем с провокатора. Значит, до этого я вам показал Траутист X. Это провокатор X. Вот тут написано, Double X Concept, Construction. Вот. В чем момент? Первый момент. Великолепная работа на отрицательных углах. Потому что Double X обеспечит вот тут сгибаемость. Вот сгибаемость. Видите, да? Сгибаемость. Все, уже у вас рыба там за вами, за спиной. Сгибаемость. При этом строй. Все провокаторы, это стримовые палки. Либо вариант ловли довольно крупной форели на ариоплатниках, когда мы используем довольно тяжелые колебалки. Вот. И самое главное даже не весе приманки, а в размере рыбы. То есть, это стрим. С одной стороны он великолепно держит. С другой стороны палка не мягкая. Это не классическая арика Траутист. Это именно работа либо а с крупной рыбой, б, либо на течении. Твич. Упористые крэнки. Упористые, как бы, другие варианты вертушки, например. Минохи. Это я уже сказал про Твич. Вот. В общем, в моем понимании, в моем понимании, это либо ловля головля, либо, причем так многообразная, потому что про тесты я сейчас расскажу. Либо ловля форели крупной. Я великолепно ловил вот легкой версии. Форель такой весом полтора килограмма, два килограмма. Как раз по мощности спиннинга это гораздо лучше ловить на арие, потому что и выложение быстрее, а рыбу она держит. Вот. Ну и либо третий вариант, который тоже проходит, это дикой форель. Это именно вариант ловли на небольших речках. Точность заброса, потому что спиннинг достаточно жесткий для своих тестов. Он позволяет точно положить куда надо приманку, но при этом его работа, как бы рыбу, он не льет. Мертвые зоны, которые тормозит, ее в принципе нет. Так. Что-то я много про это. Это все будет уже в обзоре по серии. Так. Если коротко. Если коротко. Сейчас расскажу. Значит, у нас три модели. Метр девяносто один. Соответственно, 6,3 до 4 грамм. 0,4,4. Метр девяносто шесть. Это 6,5 до 5 грамм. 0,65. И метр девяносто восемь. 6,6 классика жанра 0,77. Вот эти три версии, три модели у нас будут. Они же по этой Чехии, но там будет чуть-чуть по-другому. А вот кольца. Кольца, естественно, уже здесь стоят. Титан. Это Сигайдовский Титан. РС. А вот почему? Потому что максимально облегчили бланк. Для максимальной чувствительности. Для минимизации паразитки. Вершинка встает прям моментально. В общем, классический, классический стрим. Естественно, естественно, помню про старые провокаторы. Вы меня спросите, Гущин, а где же более мощные модели? Ну, как бы провокаторы были с тестом до 12, до 14 грамм. Вот, отвечу. Они никуда не делись. Просто я сделал разделение между двумя вариантами лоури. То есть, вот такой вот классический ультралайт стримовый. Это одна тема. Это будет провокатор. Ну, а уже вариант лайта и лайт джига. Это будет другая серия. Я бы сказал, я бы сказал, даже не просто другая, а три других серии. Две из них лайтовые, включая там, ну, ML, самая мощная. И одна из них уже полноценная, джига. Итак, самая, на мой взгляд, интересная, самая долго разрабатываемая, почти два года. Вот, самая востребованная, я бы сказал, серия в Nord Stream, вот в WX Construction, это серия Kanda X. Да, Kanda вернулась. Kanda, это уже говорили, если кто там не в курсе, если кто не знает истории Nord Stream. Kanda, это японский термин, означающий максимальное удовлетворение от хорошо проделанной работы. То есть, у меня всегда, вот у меня была первая Kanda, вот эта вот, вторая Kanda. Это именно то, что я вылизываю, долизываю и делаю из этого, на мой взгляд, опять же, оптимал. Вроде получилось. Ну, давайте просто сейчас расскажу, покажу. Не все правда. Вот, и уже тогда сможете понимать. Давайте начнем с... А начнем мы нестандартно. У Kanda будут тревелы. То есть, собственно говоря, вот мы говорили про Ниббл. Вот, но потребность в тревел-палке более высокого уровня, она, естественно, есть. Значит, тревелов будет три. Всего лишь много делать не стало, смысла мало. Длина универсальная 7,6, 2,29. Ну, и, соответственно, вот, тесты у них 3,12, 4,16 и 5,21. То есть, это L, LML и полноценный ML. А палка, скажем так, средне-быстрого строя. А строй универсален, потому что тип приманки мы не знаем. Значит, на спидинге установлены кольцей Seguide RS в Титане, как и на провокаторе. Не стал ставить Fuji, слишком дорого просто, ну, и смысла мало. Вот. Кое-что мы тут изменим. Например, вот в этом варианте, вот рукояточка у нас большая, она будет, на самом деле, меньше. Вот. Но в целом, как бы, можно увидеть. Кое-какие надписи мы поменяем. Не важно. Самое главное, вот этот бланк, он есть. Ну, и вот, соответственно, длина. То есть, в принципе, это можно запаковать в чемодан. Наверное, вручную укладь не поместится, да. А вот в чемоданах вполне себе, да. Все серии Kanda идут вот в таких чехлах Neapren. Решили, как бы, не сильно экономить. Вот. Ну и, собственно говоря, вот этот для, как раз, четырехчастника, для тревела-варианта. Будут варианты и для более длинных. Вот они, например. Вот. Kanda X. Причем, там двойной X, на самом деле. Но Kanda X, X, говорить, я думаю, совсем перебор. Так и до трех дойдем, иксов. Вот. И чтобы не мучиться, я все равно говорю X. Но на чехле, да и как бы на палке написано, что это такое, это именно WX Construction. Нет, на чехле не написали. Ладно. Не важно. Вот. Собственно говоря, вот это вот. Вот, вот это вот. То, чего прям пришлось в тему. Очень многие люди, которые часто ездят и хотят хороший, высокий уровень спиннингов, просили сделать именно вот такие четырехчастники. Ну и, соответственно, тест я не стал делать слишком мощные, но смысла в этом мало. Если будет потребность, потом сделаю. Пока самое мощное, это именно 5.21. Так, следующее. Серия Канда. Ну, серия Канда Лайт. Это вот. Вот. Тот же самый Сигайт. Сигайт РС Кольцо. Ну, это китайский там аналог Тарзайта. Вот. Двухчастники. Двухчастники. Серия не слишком большая. В серии четыре модели. Ну и, соответственно, самая короткая это 7.5, 2.26, Тесном 2.10. Следующая по длине 3.12. И вот тут самое интересное. Вот эти две модели, 2.10 и 3.12, они в первую очередь ориентированы на универсальность. То есть, условно говоря, это разные варианты применения разных приманок. Это можно плавить и легким джигом. В принципе, 2.10, 2.5 грамма там с небольшой приманочкой показывает идеально на шнуре там 0.4, например. Вот. Это возможность плавить кренками. Это возможность плавить колебалками. То есть, такие классические, классические, универсальные лайты. Но, следующие две модели, это 802, 2.44 и 832, 2.51, я сделал в варианте джига. Light джиг. И ML джиг. Соответственно, распределение нагрузки на бланк другое. Игрышина более рабочая для показывания падения приманки на дно. Чувствительность в разы выше именно падения приманки на дно, чем в версии 2.10, 3.12. То есть, они сделаны специально под легкий джиг. Да, есть варианты использовать другие приманки. Но, например, на тест 4.16, который меня изумил, потому что 4 грамма в илле он мне стучит в руку. Если мы туда поставим крэнк с весом, там, грамм 12-14 и с лопатой с заглублением 3 метра, простите, он провалится. То есть, это именно легкоджиговая тема, которую можно дополнять другими приманками, но надо уже смотреть по уходности. Это, собственно говоря, вот эти две модели легкого джига, две модели универсала. Это Канда Лайт. И последняя в Канда, последняя в Канда, это классический-классический джиг. Потому что изначально, если кто-то помнит еще историю Норстрима, истории первых Канда, да, там были L, ML, а все остальное это джиг, джиг, джиг и еще раз джиг. Показываю. Значит, косметика схожая. Все технологии понимают, что SCXX это WX Construction, SCXX Plus к этому еще уложение лентой под 45, это я уже говорил. А, значит, в чем нюанс? Во-первых, длины. Пять моделей с длиной 7,9. Значит, классические лодочники, строй средний, быстрый к быстрому, минимальная паразитка, ее практически нет. Вот у меня в руках сейчас модель до 38 грамм, 10-38. Причем 10-38 тест реальный. Это вы, если вы поставите 10 грамм, там, у вас лонгра 3 дюйма, на плетне что-нибудь там 1,2, вы это спокойно отследите, на твердом дне вы это почувствуете в руку. Кстати, из-за вот системы вот этой вот технологии WX Construction чувствительность у палок очень хорошая. Очень-очень. При этом они не сухие. Значит, что я хотел. Я хотел получить достаточно, с одной стороны, злые, мощные палки, с высокой скоростью реакции при поклевке, ну, чтобы подсекать быстро. С другой стороны, с максимальной чувствительностью. И с третьей стороны, ну, это уже, если вы в курсе, как бы у Нарстрима, у меня есть прям такая фирменная фишка, у меня палки она бы не сливает. И вот эта вот не сливаемость, она должна была и есть вот в этой серии. То есть, с одной стороны, у нас четкое понимание работы приманки, чувствительность. С другой стороны, у нас достаточно легкий заброс. Здесь не надо упираться и выпрыгать из штанов. А с третьей стороны, при поклевке и подсечке, которые тоже уверенно, опять же, застроим, у нас дальше включается вот эта вся зона. Мы совершенно спокойно паркуем рейвом. Скажем так, если смотрели наше видео, вот, например, открытие сезона, как раз вот там я ловил сначала фаворитами, а вот потом-то я ловил канды, именно при серийке. Вот. Ну, пробежимся. Значит, пять моделей, 2.37, 7.9, с тестами от 6.24 до 15.70. Мощнее делать не стал, смысла мало. И три модели береговые. 2.74, с тестами 10.42, 12.52, 15.70. Кольца, 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 забыл сказать важную вещь, кольца здесь ставят Fuji SICK. То есть не стали экономить, можно было чуть-чуть сэкономить, но не стали. Потому что Fuji SICK, как бы, он тонкий, он легкий, он надежный, он популярный. Цена вопроса до 23 тысяч. Собственно говоря, последний спиннинг, о котором хочу рассказать, последняя серия спиннингов, это очень ненужная большинству рыболов серия. Абсолютно, как бы, антинародная, абсолютно специфическая, но по заказу нашей розницы я все-таки ее, как бы, сделал. И эта серия называется кратко и понятно. Самый лосось. Сразу скажу, чуть-чуть не окончательный дизайн, там мы чуть-чуть поменяем, там расположение на все размеры, шлифты. Самое главное, что это такое? Значит, это такой же, очень тяжело-тяжело ломаемый Double X Construction концепция. Раз. Два. Это бланк, на самом деле их полтора. Объясню, в чем дело. Просто вот сама концепция вот этой серии, в серии два спиннинга, она заключается в том, что это трофейные палки для ловли крупных лососей. Там, неважно, кто это может быть. Чава, таймень, трофейная семга, морская рыбалка, кстати, тоже работает. Ну, правда, морская специфическая, морская обычная палка мощнее. Вот. Так вот, самое-то интересное, что у каждого спиннинга из двух, у них свои два теста, а не один. Значит, что сделали? Сделали спиннинг четырехчастный, спиннинг тревел. Первый стык спигот, остальные стыки ловер. Это, как бы, оптимально для работы бланка. Значит, вот эта часть остается незаменимой. А вот следующие две части, их сразу в комплекте идут два варианта, два теста. Очень похоже на то, что делали там супер-дюджет для некоторых брендов в свое время. Но здесь, как бы, мы пошли абсолютно другим путем, потому что палка трофейная. В любом случае, мощность комля должна быть, а вот вершинка может быть чуть разной. Поэтому тесты у нас следующие. У нас одна модель с тестами 10-40, либо 15-60. Вторая модель это с тестом либо 15-60, либо 25-80, если не ошибаюсь. 20-80. 20-85, извините. Так вот, в чем моменты? Во-первых, неубиваемый этот WC Construction. Дальше, по всей длине сделан CP. Я всегда говорил и говорю, что CP, вот то, что вы видите, внешняя косметика, это ничего. Это всего лишь внешняя косметика. Но она дает один маленький-маленький плюс. При падении на камни, она немножко предохраняет бланк-тудар. Все. Больше, как бы, ничего. Дальше. Значит, материалы, естественно, тоже торы. Кольца. Вот на втором колене идет укрепление бланка. Там, где кольца. Здесь в WC. Здесь в WC. Вот это усиление нужно для чего? Для выуваживания. Когда у тебя уже все согнулось в дугу. И чтобы лапка кольца не проломила бланка, хотя он толстый достаточно, но и нагрузки. Нагрузки трофейные. Вот. Здесь сделан банк-кейк. Кольца. Fuji-Sick Titan. Все двулапы. Строй. Естественно, это строй средний. Трофейный лосось. Палки, с одной стороны, достаточно жесткие. С другой стороны, это не колы. И они именно призваны для работы по крупной рыбе. То есть, удержать. Если хватит сил, не пустить. И вывести, не слить. Потому что лососевая рыбалка, самое главное, что рыба довольно сильная, очень активная, легко разбивает себе крючком рану в пасте и уходит. Вот чтобы этого не было, строй оптимизирован. Для этого. Цена вопроса безумная. Ну, по меркам норстрима. То есть, спиннинг с двумя типами вершин. В неопреновом чехле. Вот в такой вот коробочке. Будет в районе где-то, наверное, 70 тысяч рублей. Трофейная дорогущая игрушка. Это, пожалуй, первая серия в моей жизни, когда я мог не считать копейку каждую. И сделать именно топ-топ-топ. По материалам, кстати, тоже. Здесь старая, естественно. Серия будет номерная. Привезем немножко. Посмотрим, как с чего. Но, повторюсь, как бы это не для массовой продажи. Это именно для тех, кто поедет ловить тайменья, чу-чу, трофейный сёгу. Собственно говоря, по спиннингам это всё. Все новые серии кратко описал. Надеюсь, есть понимание. Хоть какое-то, что будет, чего ждать, а чего не ждать. Остановлюсь ещё на одном моменте. О! Зимняя узелка. Сейчас её активно как раз гоняю. Значит, одна рукоять, четыре хлыста. От L до MH. Жёсткость разная. Под приманки разные. Что и как. Момент. Самое главное. Это, на мой взгляд, и два. С одной стороны, вроде как здесь металл. С другой стороны, графитовый хлыстик входит в графит. В пластик. Это раз. Потому что, если поставить в металл, он будет ломаться на морозе. Два. Длинная рукоятка. Вот как бы, чтобы не делать, длинную рукоятку вот здесь вот откручивается полностью, потому что она будет слабенькая и ломаться. Есть такой момент. Пришлось пойти вот на такую схему. То есть, мы можем спокойно за катушкой, ну там, в зависимости от того, как от типажа катушки, держать вот здесь. Мы можем держать вот здесь. Вот здесь, кстати, есть момент очень важный. Когда мы ломаем, например, крупного судака, вот если здесь нет упора, то крайне неудобно вываживать там третью и пятую рыбу, рука уже начинает уставать. Вот это вот. Вот здесь можно упереться. Поэтому рукоятка здесь слегка удлиненная. Не стал делать большую длину, считаю, что в принципе это не важно. Вот 26 дюймов, там 6, у нас получилось на 66 сантиметров. Вполне достаточно практически для любых и для игры, и, соответственно, для подбросов. Появится тоже, наверное, летом. К этому сезону, понятное дело, мы уже не успели, да, в общем-то, и не стремились. Так, по поводу всех удилищ, все. Теперь давайте остановимся на нескольких моментах, которые появятся в 24-м году и которые не будут удилищами. Я тут набросал чуть-чуть. Давайте пока не про это. Вот самое интересное. Значит, подсадчик. Подсадчики, их будут, наверное, 3-4 вида. Значит, хвастаться особо пока не буду. По одной простой причине, мы полностью переделывали вот этот узел. Он у нас будет оптимально удобным для раскрытия этого сборного подсадчика, как бы в момент, когда нужно его применение. Потому что, вот скажем так, вот эти все игрушки, вот как сейчас я пытаюсь его сложить, например, да, там закрыть, это все крайне-крайне-крайне неудобно. И вот чтобы этого не было, этого не было, мы полностью заказали свою форму. Сейчас нам ее доделывают. Поверьте, будет крайне удобно. То есть у нас будет вариант там бюджетного подсадчика и два подсадчика не сильно бюджетных. Вот этот вот средний размер будет еще большой под трофейную рыбу. Надежность проверили. В этом году я только с ним ловил. Единственное, сейчас этот узелок переделаем и все запускаем в производство. Также будет один подсадчик для забродки. Но тоже пока показывать не буду. Мы его прям кардинально заставили сделать то, что нам надо. Пока еще просто не доделали, не успели на выставке. Так что подсадчики будут, подсадчики ждите. Возможно еще чего-то будут под настримом из вариантов подсадчиков пока еще до конца не решили. Дальше, 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 дальше. Раз уж у нас есть там форелевая версия, форелевая тема, форелевые колебалки у нас тоже есть. Сейчас я столкнулся на самом деле с такой проблемой при ловле на платниках крупной ариофорели в том, что обычно готовые бусинки как бальфрамовые бусинки с крючками имеет очень маленький размер крючка. То есть это все сделано в первую очередь под вот такую вот спортивочку и никак не под крупные наши там моготы и же с ними там всякие личинки, где этот крючок просто банально теряется. Значит, что придумали? Вот у меня в руках. Это то, что будет в продаже в этом году. Сейчас здесь две штучки. На самом деле в пачке их будет пять. Веса будут от 0,15. Это для самой верхней проводки резины. Да, 1,2. Это при работе по глубине. Но самое-самое главное. Это размер крючка. При относительно коротком цевье номер крючка большой. Специально сделали свой крючок. Это не стандартные крючки, которые продаются. Это свой крючок без бородой, естественно. Тот, который подходит под довольно крупные приманки для лольфареля. Сразу будет все продаваться с вольфрамовыми бусинками. Это понятно. Но часть крючков мы привезем просто так. Для чумелых ручек, пожалуйста, ставьте свои бусинки. Как бы не проблема. Это первое. Дальше появятся у нас три модели плетенки. Значит, будет X4 Brunch, X8 Favorit и X9 Kanda. Пока сильно много рассказывать не буду. Вот сейчас мы там добьем. Тему косметики именно. Упаковки. И обязательно привезем. Потому что лески эти я тестирую. Для своей цены очень интересно. То есть, там, бранч самый дешевый будет в районе 600 рублей. Где-то восьми жилка обычная будет в районе тысячи рублей. И девяти жилка с пропиткой будет в районе тысячи триста. При этом хорошая абразивная устойчивость. Восьми нитные довольно мягкие по кольцам сильно не шумят. Ну, четырех нитных шумит. Понятно, да. И держит свои нагрузки. Более того, никаких там фантастик, типа 0,6 размера с нагрузкой в 10 килограмм, естественно, не будет. Извините, врать не буду. Там будут стоять реальные цифры, которые эти плетенки держат. Причем не в варианте максимум, как обычно пишут, а в варианте average. Вот это очень важный момент, потому что с плетенками вот это вранье как бы достало. Когда видишь тончайшую плетенку, а там написано разная нагрузка 5 килограмм. Ребят, ну так не бывает. Нереально. Дальше. Значит, кроме лесок планируем запустить очки. Это пока предварительной модели этого чуть не будет. Делаем уже свои формы. Делаем свои цвета линз, свои материалы. Обязательно, значит, не будем придумывать велосипед. Все будет в районе 3000 рублей. За это будут очки. Причем нормальные, которые действительно там, его свет не пропускают. Господи, его уже все ультрафиолет. Вот, будут очки, будут чехол. Мягкий, там посмотрим, будет вот такой жесткий чехол. Там варианты. Возможно, шнурок. В общем, полный, полный, полный комплект. Вот, поэтому это все, наверное, ближе к середине-концу сезона будет уже, наверное, в продаже. Собственно, наверное, на этом все. Есть еще куча разработок, на самом деле, но пока о ней говорить рано. Поговорим о них в следующий раз, когда они уже наметятся. Когда уже можно будет четко понимать, что да, это будет именно в таком виде. А вот, пока, пока. На этом все. Я прощаюсь со всеми. Всего доброго. Увидимся на воде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok